В этом ролике. Бесконтактный измеритель температуры, пирометр VT-550 от производителя Vintact. Так как среди нас очень мало любителей читать длинные и нудные инструкции по эксплуатации, которые к тому же еще и на английском языке, то сначала расскажу как быстро освоить прибор и производить точные измерения, а затем самым терпеливым расскажу о технических характеристиках прибора и особенностях работы с ним. Поехали! Особую благодарность хочу выразить соседу Василию, за помощь в создании ролика, за его дельные, ненавязчивые советы. С ним я поступил более чем гуманно. Первым делом вставьте в отсек питания две батарейки типа A, 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 соблюдая полярность. Пирометр готов к работе. Перед началом измерений надо провести две подготовительные операции. Сначала выставляется коэффициент эмиссии. Это параметр, который настраивает пирометр на работу с конкретным физическим материалом, дерево-металл, пластик и так далее. Значения коэффициента эмиссии для данной модели приведены в крайнем правом поле таблицы. А теперь посмотрим, как вводится нужный коэффициент эмиссии. Прибор включается при кратковременном нажатии на кнопку курок и автоматически отключается через 10 секунд, если никаких действий с ним не производится. Нажмите кратковременно кнопку E, M, S, и нажимая кнопки стрелка вверх и стрелка вниз, задайте выбранный коэффициент эмиссии. Его значение высвечивается в правом нижнем углу индикатора. Дискретность изменения 1 сотая. Ввод завершается нажатием кнопки E, M, S. Теперь можно провести пробное измерение температуры. Нажмите и удерживайте кнопку курок, направьте прибор на объект измерения. Считывайте показания на индикаторе. И это еще не все. Сейчас вас ждет еще более трудное испытание. И горе вам, если в школе у вас были проблемы с изучением арифметики и геометрии. Теперь мы проведем расчет оптимального расстояния до объекта измерения. Для начала вы должны запомнить, что максимальное рабочее расстояние прибора составляет 5 метров. И у прибора есть такой важный параметр, как коэффициент визирования. Он равен 1 к 12. Что означают эти цифры? Теоретически они означают, что при измерении температуры объекта, находящегося на расстоянии 12 метров, будет произведено измерение интегральной температуры круга на поверхности объекта диаметром 1 метр. То есть, при максимальном рабочем расстоянии 5 метров, на поверхности объекта будет проведено измерение интегральной температуры круга диаметром примерно 42 сантиметра. Универсальное правило при измерениях, чем ближе, тем лучше, точнее. Вот формула для расчета оптимального расстояния до объекта измерения. Измерение следует проводить на расстояниях равных или меньших, чем рассчитанное. Для расчетов берется минимальный геометрический размер объекта. Теперь все готово для проведения измерений. Немного о сервисных функциях. Предусмотрена фиксация и индикация максимальных, минимальных, средних и дифференциальных показаний температуры, при проведении непрерывных измерений в течение продолжительного времени. Для установки этих сервисных функций нажмите кнопку входа в меню, Set. Изначально установлена функция фиксации максимального значения, Max. Следующее нажатие кнопки Set включает функцию фиксации среднего значения измерений, V, G, при следующем нажатии, фиксации минимального значения, Min, при следующем, фиксации разницы максимального и минимального значений, Div. Зафиксированные значения температуры можно увидеть на экране в правом нижнем углу. Функции LAL и HAL обеспечивают выдачу звукового сигнала в случае, если при непрерывном измерении, температура оказывается соответственно меньше и больше заранее заданного порога значений температуры. Порог для функции LAL и HAL устанавливается при помощи кнопок стрелка вниз и стрелка вверх. Пороговая температура при этом индицируется в правом нижнем углу дисплея. Теперь для самых любознательных и терпеливых расскажу о приборе более подробно, но кратко, не вдаваясь в подробности. Диапазон измерения от минус 50 до плюс 550 градусов Цельсия. Предусмотрена также индикация показаний по шкале Фаренгейта. Рабочая температура от 0 до плюс 40 градусов. То есть, на морозе прибор работать не будет. Дискретность измерения 0,1 градуса. Погрешность измерений 1,5%. Время отклика полсекунды. Рабочая влажность от 10 до 95%. Габариты 153, на 100, на 43 миллиметра. Вес 147 грамм. Пылезащищенный и влагозащищенный корпус. Все, больше нет сил вещать. Успехов всем во всех начинаниях. Продолжение следует...